Наличие индивидуальных средств защиты, вот пожалуйста, это термометрия, наличие журнала термометрии. Евгений Трубников, директор училища, рассказывает о том, без чего тренировки сейчас были бы невозможны, о так называемом паспорте готовности. Придется привыкать не только жить в новых условиях, но и тренироваться. Представителям всех 20 видов спорта, в том числе борцам. И джим сегодня немного, да, обычно больше у вас занимается? Обычно больше, кто-то у нас еще не успел приехать с муниципалитетов, в общежитие, поскольку у нас столовая еще не запущена. Те, которые вот в городе, вот они сегодня вышли на первую тренировку. Правда, друг с другом бороться пока нельзя. И это минус. Вместо напарника по ковру у представителей греко-римки чучела разных размеров. Партнер дает отпор. То есть ты работаешь на усилиях не только своих, но еще и на партнере. А здесь никаких усилий от паникена нет. Брабируешь и бросаешь. Отрабатываешь технику броска. Накат, кочерга и этого для Максима и других спортсменов уже немало. Ведь на ковре не тренировались 4 месяца. А тренер уже строит планы на сентябрь, на первенство России среди молодежи. Надеется, что с 1 августа начнут тренироваться в полную силу. Мы вышли в понедельник. Первые тренировочки были на улице у нас. Там по индивидуальному плану посмотрели. Мы прикинули нормативы, посмотрели. Что все в нормальной форме. Процентов на 70 готовы, ребята. Зюдоисты из группы высшего спортивного мастерства тоже вышли. И тоже пока тренируются не в парах. Хотя дома пытались создать себе условия, приближенные к реальным. У меня есть сестра, мы с ней боролись дома. А сестра младше и старше? Младше меня. А она не хочет пойти на дзюдо? Ну, она пробовала, ей не понравилось. Она маленькая, худенькая. Но за шоколадку составить пару Яни не отказывалась. 15-летняя спортсменка мечтает попасть в сборную России на ближайшем чемпионате в тройку призеров. Пока же по плану у дзюдоистов сентябрьская спартакиада Сибири. Все верят, что планам суждено сбыться, если тренироваться упорно и соблюдать меры безопасности. Онлайн тренировки – это уже все равно не то, кто там что делает. Но я думаю, все будет нормально, начнем дальше работать. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.